Я всех приветствую зрителей и так это видео хотелось бы посвятить все еще актуальной теме именно видеокарт. Видеокарт от которых по сути зависит запуск современных и не только компьютерных игрушек. Так вот на мое скромное мнение сейчас по сути почти в середине 2004 все еще стоит вопрос, что можно купить за 18-20 тысяч из видеокарт. И так чтобы из новых, из поддержки современных эффектов и все эти трассировки лучей, DLSS и так далее. Короче вы поняли, честно кажется что интересным предложением все еще остается лично мне кажется это RTX 3050. Да я понимаю что в рейтинге Steam она аж на 10 месте, а не на 3, что странно там находится печальная 1650. Но такие рейтинги еще раз напомню они собраны со всех частей мира и конечно же для американца потратить 200 баксов на видяху, что для человека с зарплатой в месяц 200 баксов это вообще не одно и то же. Поэтому я считаю что сегодня оптимальной начальной ценой за нормальную видеокарту можно считать любую видяху от 17 до 20, 22, возможно 23 тысяч. Это золотая середина, минимальная сборка для запуска даже современных проектов на высоких Full HD. И вот в этом бюджетном классе именно RTX 3050 за 19, 20, 21 тысячу можно рассматривать как интересное предложение. В моем случае я взял для съемок у знакомых 3050 обычную на пару дней, взял очень простую версию, одну из самых дешевых. У нее даже нет коннектора под питание и вообще система охлаждения просто одна такая знаете железно-метрическая шайба. Очень просто сделана видеокарта без бэкплейтов, всяких максимально бюджетно, но и на том спасибо. Это не прожорливая видяха, есть даже еще более простые версии 3050, там за 19 тысяч, возможно максимум 20 тысяч, там вообще одна вертушка и кусочек алюминия на видеочипе. И на этом все. Так что у нас такая себе нормальная версия 3050 и вот ее мы и будем проверять, запускать различные хиты на высоких или даже Ultra Full HD. Сделаем мы это очень скоро, буквально через минуту после небольшой рекламной вставки и потом с вами продолжим наше видео. Друзья, буквально недавно я решил подарить своим приятелям ноутбук и занялся поиском надежного ноута для самых разных нужд, а именно для учебы, работы в офисе, монтажа и просмотра видео. И вот изучив рынок доступных устройств, я решил выбрать ноутбук из линейки Focus Line от бренда Osio. Качество ноута на высоком уровне, непросткий дизайн, все внешние части выполнены из алюминия, без пластика и это большая редкость в наше время, где 90% ноутбуков полностью пластмассовые. Что насчет рабочей области, то клавиатура полноразмерная, с красивой подсветкой, но самое важное лично для меня это экран. Он вызывает только положительные эмоции, сочные цвета, запас по яркости имеется, экран у нас имеет IPS-матрицу с матовым покрытием. Для работы с графикой, возможно, не совсем подойдет, но для офисной работы, учебы и просмотра контента самое то. Также чуть выше над экраном встроена фронтальная камера на 1.9 мегапикселей для видеозвонков. Плюс, я забыл уточнить, все это поместилось в небольшом корпусе весом всего 1.7 кг. Такой ноут можно без проблем положить в рюкзак или носить в чехле. Что делает ноутбук Focus Line в современном? Это зарядка через USB Type-C. Можно заряжаться не только от компактной зарядки, та, что идет в комплекте. У меня лично полно дома зарядников с таким входом Type-C. Ноутбуки Oseo Focus Line сочетают в себе довольно производительную начинку. У нас 16 оперативы, при этом внутри 2 слота. Под оперативную память можно в будущем сделать апгрейд до 64 гигабайт оперативы без потери гарантии. Одним словом ноутбук Oseo Focus Line сочетает в себе довольно производительную начинку, привлекательный дизайн имеет и качественное исполнение. А вишенкой на торте является весьма доступная цена. Собирается данная модель в России, на территории Иннополис, в Татарстане и не уступает по качеству уровня мировым брендам. Для своих зрителей я оставлю ссылочку в описании под этим видео, и вы сможете подробнее изучить все технические характеристики. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, думаю, сразу давайте перейдем к тестам нашей RTX 3050. Единственное, что я сперва внесу ясность, это что насчет компьютера, в котором я поставлю эту 3050. В общем, это мой рабочий домашний комп с i5 14600K и 32 оперативы DDR5. Да, это далеко не бюджетный ПК, и в нем странно смотрится, конечно, 3050. Словно, ну, совсем не на своем месте, но просто нет на чем еще протестировать. А так, конечно, делайте сразу скидочку, что если у вас будет 100 FPS, например, именно вот в моем компьютере в Forze, то у вас на вашем компьютере, например, с i3 10100 будет, ну, примерно на 20% меньше. Например, 80. Вот такой вот важный момент. Так что, помните, что я тестирую на мощном железе, и теперь давайте начнем с простых тестов в начале типа Counter-Strike, и плавно потом доберемся до кибертраки. Итак, начнем с контры, и тут, чтобы все было по-честному показу, я выставил очень высокие настройки пресетом без Fiosar, это чистый Full HD. Так вот, с такими настройками у нас в среднем там от 130 до 180 FPS. Обычно я заметил, там держится вроде бы 150 кадров, но если под монитор на 165, возможно, 144 Гц, это прям идеальный фреймрейт. Но до 260 FPS под монитор на 260 Гц, конечно, нужно понижать до средних настройок и включать при этом Fiosar. Опять же, мне кажется, 150 FPS тоже нормальные цифры, и для контры, если вы, конечно, не киберспортсмен, такой фрейм более чем приемлемый. Иное дело, это Rainbow 6. Вот тут уже на очень высоких, они же предельные настройки. И, в общем, тут тоже без DLSS и Fiosar у нас с чистыми Full HD, 120, 130 FPS, местами даже 140. Нормально, да, не супер, но и 130 тоже сойдет, с учетом, что это самые предельные настройки без DLSS. Если нужно больше, то просто ставим DLSS в режиме качества и выставляем средние настройки, и будут вам ваши заветные 200 FPS. Все довольно просто. Команда ликвидирована. Окей, друзья, в общем-то, едем далее. Теперь усложняем задачу, запустим Forza 5 часть на очень высоких настройках с лучами, трассировкой. Но тут включим с вами, наконец-то, уже DLSS в режиме качества, равной единице. То есть, это самое высокое качество DLSS, это далеко не баланс. И если выставить единицу вместо 0,5, то резкость будет еще лучше. Короче, это нормальные настройки, и тут в среднем 70, возможно, 80 кадров. Но есть сложные участки, где понижается фрейм до 65, однако все равно 65, 70, 80, это далеко даже не 30, 40, так что более чем достойно, пока что держится 30, 50. Еще раз напомню, карточка стоит 19-20 тысяч, это если новая видеокарта. А за эти денежки, ну, на очень высоких настройках с лучами у нас получается 70 FPS. Пока что я не знаю даже вообще на что жаловаться. Да, я понимаю, что есть люди, кто скажет, что все это хитрость, была включена DLSS. Но, парни, это же не режим баланс и далеко не производительность. Это режим качества, да еще с поднятием резкости до единицы, что вообще делает минимальным любые потери именно в резкости. Так что тут хоть и не хотелось мне лично включать DLSS, но если это прибавит плюс 20 кадров буквально на ровном месте без потери качества, то не вижу вообще проблем включить данную опцию. Это абсолютно нормальное решение. То же самое, точнее, та же самая история у нас повторяется и в Киберпанке. И тут я, правда, решил не включать трассировку лучей, она сильно, реально сильно съедает ресурсы любой видеокарты. Я просто оставил за предельные настройки, но без трассировки лучей. Однако, разумеется, я включил DLSS качество с резкостью единица. И снова повторюсь, это режим качества. Это далеко не режим баланса, размытый и так далее. Это минимальная потеря в резкости, зато у нас есть стабильный 45-55 FPS. Да, это не 140 и не 70, что были в Forze, однако для синглплеера 40-55 это вполне достойные цифры. Нормально, потому что это действительно предельные настройки, хотя и без трассировки это понятно, но и 30-50 видяха явно в Киберпанке именно не для лучей. Ее мощности прямо в притирочку достает именно для ультра настроек, но без трассировки. Короче, это спорный вопрос, все эти тонкости настроек. Я думаю, моя задача была просто показать, что может именно 30-50 в 2024, и она может действительно запускать даже требовательные проекты с нормальным фреймрейтом. Хотя, еще раз повторюсь, обязательно еще раз напомню, я тестировал 30-50 на компьютере, что без видеокарты стоит, внимание, 140 тысяч. Так что он тоже прилично накидывает FPS даже для 30-50, а если поставите эту данную 30-50 с простым, скажем, i3 процессором, то получите, запомните, примерно минус 20%, возможно, даже минус 30%. Все зависит от вашей оперативной памяти и вашего процессора. А так, в остальном, я думаю, это все. Что хочется вам сказать в конце. Ну, наверное, то, что RTX 3050 сейчас это нормальное действительно предложение в 2024. И да, я знаю про Radeon RX 6600, что местами даже он быстрее, чем 3050. Но, опять же, это Radeon, и тут нужно понимать, что трассировка лучей и DLSS явно будут лучше смотреться именно на 30-50. Так что я бы взял вместо RX 6600 или там, например, 7600, как раз именно 30-50. Цена отличная. Да и вообще общая мощность тоже далеко не печальная, а вполне достойная. Так что вот такая вот история, друзья, была в этом видео. На этом, я думаю, уже стоит заканчивать, больше мне нечего добавить. И увидимся с вами уже очень скоро. Всем еще раз желаю не болеть и до новых встреч на канале. Всем удачи и пока-пока.